работать лучше всего днем вот допустим с 11 там 10 до 6 вечера это рабочее время а вечером шести вечера это время предназначено для семьи потому что луна когда восходит эта энергия любви пошла и человек должен отдыхать общаться с близкими в это время отдавать время детям жене родственникам должен в это время потому что продуктивно в это время энергия любви идет понимаете ночью надо спать и еще что делать ночью надо зачинать детей если человек начинает детей вечером ребенок рождается с психическими трудностями каким-то проблем если днем то он больным болезненным рождается потому что начинается солнце мешает зачатию нормально если утром человек ребенка зачинать то чувствительным становится рождается а если ночью то здоровым потому что луна делает ребенка здоровым поэтому когда солнце уже села темно стало тогда надо начинать детей в это время ведь его все есть свой режим дня и если человек допустим рождается рожден с 12 ночи до 12 дня это значит что он прошлой жизни соблюдал режим дня это значит что ему утром будет вставать легко рано с 12 ночи рожден до 12 дня а если человек рожден с 12 дня до 12 ночи ему утром рано вставать будет тяжело и это значит что он прошлой жизни не соблюдал режим дня и он наказан временем этот человек и такие люди называют себя совами все жаворонки которым легко вставать а из совы и совы говорят мне нормально вставать поздно и ложится поздно потому что вот у меня такой организм это ненормально вам придется заставить себя ложится раньше вставать раньше хоть вы совы хоть к жаворонки на самом деле мы все орлы пока летали потом воронами становимся заставить с помощью знания вот смотрите вот увы вот у вас сейчас лишний вес от лишний вес вам уже дает холестерин в крови этот холестерин приводит к ишемии мозга еще несколько лет если вы не будет эти убирать будет инсульт мать и дальше уже дышишь трубочку ходишь понимаете уже им болит для того чтобы не было и холестерина нужно двигаться и пост а для того чтобы он не копился нужно не обжираться на ночь и нужно ложиться вовремя и вставать вовремя это начать болезнь уже если ты ложишься не спишь значит и перенапряжен перенапряжение означает нужно ходить долго и били бегать снимать напряжение плюс напряжение снимается баней горячая холодная плюс напряжение снимается теплой ванной по вечерам полежал в ванне и горячая теплый я расслабила горячее молоко попил с медом расслабила вовремя лег спать тоже расслабила потому что если ты позже ложишься больше напрягает от этого понимаете человек может мотивировать себя страхом или знанием но если человек никак себя не мотивирует тогда его по мотивирует уже жизнь мать и когда человек говорит товаре геннадж у меня он с инсульт мне еще не поздно начинать рано ложиться и рано вставать игру и самое время потому что потом уже тебе будет точно поздно мне был один знакомый работал военизированная на кране по ночам но высокооплачиваемая работа и он пришел ко мне говорит что-то у меня но уже хроническое такое состояние нарушение как бы вот режима дня и чувствую как бы уже тяжело может мне бросить работу я говорю срочно бросайте иначе у вас будут проблемы серьезно сторон вы уже истощили свой запас здоровья полностью неправильным образом жизни он не послушал меня и в результате у него произошел микроинсульт восстановился полностью у него ничего там не отнялось и пришел ко мне говорит у меня есть еще какое-то время поработать я буду никакого времени надо срочно бросать иначе будет только хуже и у нее через пару недель начался произошел инфаркт он тоже восстановился все нормально как бы но уже не смог быстро двигаться там рубец в сердце и в третий раз когда он пришел ко мне сказал если вы сейчас вот не бросите работу то я не гарантирую вам вашу жизнь чтобы будете жить вот он не бросил результате у него произошел обширный инсульт и он стал инвалидом но все равно остался на работе потому что там у него была должность хорошая ну и потом он просто ушел из жизни все ушел с работы до вернее можно сказать не так что не ушел с работы а лег с работы погиб смертью храбрых можно сказать ну и вот так вот больше всего конечно было настроена жена потому что она все понимала молилась за него но ничего не смогла сделать для него деньги стали важнее жизни что делать если у меня работа такая которая разрушает мне здоровье надо просто молиться и пытаться найти другую но бросать не надо сразу потому что это вообще может испортить жизнь без денег тоже жить невозможно поэтому нужно потихоньку двигаться к этому